Оформление пустующего земельного участка в собственность. В СНТ и в поселках, деревнях все чаще появляются так называемые заброшенные участки, которые давно не имеют хозяина. Как оформить? Вначале необходимо выяснить, кому формально принадлежит интересующий вас участок земли. Друзья, буду рад вашим лайкам, они помогают в развитии канала, поэтому нажимайте сейчас эту кнопку под видео, а я продолжаю. Если известен адрес или кадастровый номер участка, то сделать это довольно просто. Необходимо заказать на него выписку из ЕГРН, найти кадастровый номер участка, можно на публичной кадастровой карте или на сайте Росреестра. Если же на карте участок не обозначен, то выяснить его идентификационные признаки можно через правление СНТ, если это садовый участок, или местную администрацию, если это участок в пределах населенного пункта. Итак, в зависимости от того, кто указан в ЕГРН собственником заброшенного участка, оформление в его собственность возможно тремя способами. Способ номер один. Оформи пререзку земли. Этот способ можно применить, если по данным ЕГРН интересующий ваш участок числится в муниципальной или государственной собственности. Условия пререзки. А. Гражданин-заявитель должен владеть соседним участком земли, который находится в категории для садоводства, для огородничества, для ИЖС или для ведения ЛПХ. Б. Участок, который планируется присоединить, не должен выходить за пределы красной линии, то есть не пересекать границы автомобильных дорог и прочих линейных объектов, и не являться территорией общего пользования. Все это можно узнать заранее в местной администрации. В. В результате присоединения площадь участка не должна увеличиваться сверхмаксимального размера, допускаемого местными продажами землепользования и застройки. Узнать этот размер можно на официальном сайте муниципальной администрации. При условии соблюдения этих условий необходимо заказать у кадастрового инженера проект межевания территории, где расположен участок. Затем обратиться в местную администрацию с заявлением о заключении соглашения перераспределения земель. За пререзку участка нужно будет заплатить 15% его кадастровой стоимости. Вот норма закона. После этого участок становится вашим. Способ номер два. Выкуп земли у собственника. Если по данным Росреестра у заброшенного участка есть частный собственник, то оптимальный вариант связаться с ним и оформить выкуп земли. Как правило, такие собственники заинтересованы в том, чтобы избавиться от ненужной им земли. Но часто у такого собственника возникает проблема с правоподтверждающими документами. Зачастую обладателями брошенных участков являются наследники, не оформившие землю у нотариуса. Для оформления ему необходимо установить факт принятия наследства через суд, получить свидетельство на землю и только после этого заключать сделку. При условии, если собственник в ЕГРН не указан, есть вариант выкупить интересующий участок у муниципалитета. Основание статья 225 Гражданского кодекса. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением о постановке на учет брошенного участка в качестве безхозяйной вещи. При демонстративном нежелании администрации заниматься вашим вопросом, необходимо указать, что это ее прямая обязанность, и вы намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на незаконные действия бездействия муниципальной власти. Спустя один год после постановки на учет бесхозного участка, администрация должна обратиться в суд для признания его муниципальной собственностью. После этого можно подавать заявление о выкупе заброшенного участка. Выкуп оформляется путем аукциона. Договор заключается с тем, кто предложит наибольшую цену. Но если участок расположен в СНТ, то член этого СНТ вправе выкупить участок без проведения торгов. Статья 39.3 земельного кодекса. Способ номер 3. Оформление участка в собственность по праву приобретательной давности. Суть данного способа в том, что необходимо доказать в суде вашу добросовестность владения брошенным участком в течение 15 лет непрерывно. Что вы оплачивали расходы на его содержание, ухаживали и так далее. Статья 234 Гражданского кодекса. В практике судов есть примеры, когда предыдущего собственника признавали отказавшимся от своего объекта недвижимости фактически. Если он в течение многих лет не платил налоги за него и не проявлял к нему никакого интереса, а собственником признавали добросовестного владельца земли. Спасибо, друзья, за ваше внимание. Пишите ваше мнение в комментариях. Буду признателен за лайк и подписку. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok